Привет! В этом видео я покажу легкие идеи для празднования Дня Святого Валентина. Вы сможете сделать их все за один день и как раз отметить праздник наедине с собой или близкими людьми. Начнем украшать дом с бумажной гирлянды. Нам понадобится красный картон и швейная машинка. Для начала рисуем и вырезаем сердечки из картона. У меня гирлянда будет висеть на веточке. Чтобы в итоге получилось аккуратно, я сначала разложу сердечки на столе. И только теперь сшиваем их вместе на швейной машинке. Это очень быстро и легко. Сердечки можно делать разных цветов и размеров, наклонять и добавлять к ним украшения. Теперь привязываем гирлянду на веточку. Получается очень милая гирлянда, которая вмиг поднимает настроение. Как вам идея задекорировать скатерть? Это можно сделать очень просто и красиво. Нам нужна светлая скатерть, краски по ткани и полиэтиленовый пакет. В нем будет вся фишка. Наливаем в пакет воду, а затем наносим краску вот таким образом. Теперь можно штамповать розы. Одним движением получается прекрасный узор. Перед каждой розой нужно обновлять краску, а иногда и пакеты. У меня их ушло 4. Не забудьте прогладить ткань утюгом, чтобы рисунок закрепился. И вуаля, скатерть готова. Я обучаю людей рисованию. Простых мужчин и женщин, которые ни разу не держали в руках кисточку. А если вы уже умеете рисовать, то вы обязательно поднимите свой уровень. В свой курс я вложила знания, которые собирала несколько лет. Я вложила свою любовь и душу. Я искренне считаю, что этот курс шедевр. Я даю людям счастье. После прохождения моего курса приходит чувство эйфории. Происходит пробуждение внутреннего ребенка, который есть внутри каждого из нас. Это получается благодаря первой вашей победе. Благодаря моей поддержке и твердой уверенности, что у вас все получится. Без образования, с нуля. Это мой лучший день, говорят мои ученики. На курсе не будет академических знаний построения, которые нужно изучать долгие годы. В своей методике я этот этап перешагнула, потому что хочу донести до вас сразу суть. Потому что моя задача научить вас рисовать в удовольствии, чтобы вы испытывали счастье. Я хочу, чтобы ваша жизнь поменялась. Вы будете рисовать, кайфовать и растворяться в этом. За счет чего у вас появятся новые нейронные связи, улучшится здоровье, память. Поменяется круг общения, разовьется мелкая моторика и много чего другого. Рисуя, вы делаете фокус внимания на хорошем. Вы видите возможности и в мозгу идет перепрошивка на позитив. Подробности есть в моем телеграм канале по ссылке в описании. Вы можете написать и задать мне все вопросы лично. Я вас жду. Какой же день святого Валентина без Валентинки? Будем делать ее из того, что есть дома. Для начала берем бумагу, желательно поплотнее. И складываем ее так, как я показываю. Рисуем сердечко и вырезаем. Основа готова. Далее ее можно будет декорировать так, как душа пожелает. Я буду использовать ткань и ленты. Вырезаю ткань по форме и приклеиваю наклей-карандаш к основе. По краю пускаю тесьму. А так же приклеиваю тонкую ленту, как завязку. Внутри можно нарисовать милую картинку и написать приятности. Я решила нарисовать кота. Можете повторить за мной. У вас точно получится. Готово. Можно дарить. Теперь давайте подумаем о подарках любимым или даже себе. Давайте сделаем романтичный ловец снов. Это не сложно и не займет много времени. Нам понадобится основа. Я скрутила ее из сырых веток ивы. Можно также использовать проволоку, пяльца или картон. Берем нить и вяжем узор вот таким образом. Параллельно в плетение можно добавлять бусины. Первый круг обвязываем по основе. А дальше начинаем сужаться до тех пор, пока не дойдем до центра. Закрепляем нить прочным узлом и для надежности клеем. Я привязываю 6 лент на бантике к основанию. И делаю петельку для подвешивания. Теперь добавляем перья. Я привязываю их к лентам с помощью нити. Мне нравится, когда перьев много, поэтому привязываю их не жалея. И вот такая красота получилась. Следующий подарок. Тесто не потребует практически ничего. Нужна только мука, соль и краски. Мы будем делать подсвечники. Замешиваем соленое тесто в пропорциях 1 к 1. Муку смешиваем с мелкой солью и понемногу вводим в воду. Тесто должно быть пластичным и не липнуть к рукам. Заворачиваем его в пакет и отправляем в холодильник хотя бы на часик. Начинаем лепку изделия. Раскатываем тесто. И вырезаем сердечки. Дальше нарезаем остатки на полоски в полтора сантиметра ножом. Формируем подсвечник, ориентируясь на ширину свечей. Для скрепления деталей воспользуйтесь водой. Здесь очень важно все хорошо склеить и разгладить. У меня осталось тесто. И из него я сделаю еще два подсвечника, но уже для чайных свечей. Далее отправляем в духовку на час при температуре 60-70 градусов. Не вынимайте их, пока они не остынут, чтобы не было трещин. Теперь давайте раскрашивать наше творение. Я буду использовать акрил. Закрашиваем в нужный цвет. А после добавляем маленькие сердечки. Кстати, тем же акрилом можно добавить сердец и носами свечки, чтобы получился полный набор. Вот такая красота вышла. Можно положить их в коробочку и прекрасный подарок готов. Дом украсили. Подарки с открытками подготовили. Теперь испечем печенье для вкусного романтического ужина. К двум стаканам муки добавляем 120 граммов маргарина или сливочного масла. Рубим его кусочками. Добавляем пакетик разрыхлителя, пакетик ванилина и щепотку соли. Далее добавляем пряных приправ, где-то по половине чайной ложки, кардамон и кориандр. Я использую заменитель сахара, но вы можете добавить и обычный сахар. Его потребуется 120 грамм или 5 столовых ложек. Тщательно перемешиваем. Дальше нам понадобится кокосовое молоко. В такой банке 400 миллилитров. Добавляем ее всю. Перемешиваем. Третий стакан муки добавляем порционно. Часть высыпаем на стол и начинаем вмесить тесто руками. Я подкрашиваю будущие печеньки жидким красным красителем. Вымешивайте и добавляйте муку до тех пор, пока тесто не перестанет липнуть к рукам. Готово! Раскатываем. И с помощью формочек вырезаем. Отправляем в духовку на 40 минут. При температуре 180 градусов. Теперь самое интересное. Сборка. На сердечко основу выдавливаем джем и равномерно его размазываем. Сверху кладем в сердечко рамку и внутрь еще добавляем джема. Проделываем так с остальными. Рецепт в удобном текстовом формате вы найдете в моем телеграм-канале. Там я делюсь полезной информацией по рисованию и провожу онлайн мастер-классы. Печенье готово. Можно выставлять его на стол, наливать вкусный чай и зажигать свечи. Продолжение следует... Давайте попробуем. Очень вкусно. Очень вкусно. Офигенно. Мы прекрасно провели время и отметили этот праздник. Создавайте себе впечатление и не забывайте радовать себя и своих близких. Желаю вам большой и крепкой любви. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok